Существует некий стереотип, что если ты успешно отучился за границей, скажем в Европе или Америке, нашел работу по специальности и смог зацепиться, то тебя ждет успешный успех. Ведь с заграничным дипломом ты умнее, перспективней и на тебя сыпятся предложения о работе от самых передовых компаний в мире. Ну и конечно же ты как минимум богат и получаешь космические деньги, ведь живешь и работаешь за границей. И по большому счету все это неправда. О истории своего бесплатного обучения в Европе и о том, как я получил грант в размере 64 тысяч евро на 2 года обучения, я рассказывал в одном из предыдущих видеороликов. Поэтому сегодня речь пойдет о самой интересной теме, которая интересует буквально всех и которую вы, зрители, так любите смаковать. Это конечно же финансы. А именно речь пойдет о моей первой зарплате сразу после университета. На что я трачу свою зарплату и на что может претендовать выпускник магистратуры здесь, в самом центре Европы, а именно в Брюсселе в 2022 году. Если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть и сейчас мы поговорим обо всем по порядку. Для начала небольшой рекап. Я закончил программу магистратуры по Erasmus Mundus и два из трех университетов, которые участвовали в программе, завсегдаты из списка топ 100 лучших университетов мира. Моя специальность ни разу не блогерская. Диплом у меня по программе Masters in Environmental Engineering and Technology или, проще говоря, инженер-эколог. В своей группе я, к сожалению, никогда не был самым умным. Да, это так. Но и самым глупым я, кстати, тоже не был. Я держал всегда солидный уровень и закончил программу с приличными оценками. Сразу по завершению обучения я начал карьеру как Junior Air Quality Consultant в одном из стартапов в Брюсселе с годовым окладом в 36 тысяч евро в год. Давайте разберемся, много ли это или все-таки нет. Для начала все зарплаты в Бельгии точно так же, как и в Америке, указываются за годовой период до вычетов налогов. Это значит, что после всевозможных налогов, которых в Бельгии ну просто очень много, после социальных отчислений и разных выплат в госказну, каждый месяц на свой банковский счет я получаю чистыми 2100-2200 евро. Помимо этого у нас есть 13-я зарплата. Раз в год в декабре я получаю около 1200 евро, потому что 13-я зарплата точно так же, как и отпускные, таксуется по повышенной ставке. Что касается отпускных, это опять же те же 1200-1300 евро раз в год в апреле в месяце, независимо от периода, когда я иду в отпуск. Но давайте вернемся к расходам. Первая и самая тяжелая статья расходов в моем бюджете, это, конечно же, оплата квартиры и квартплата. Ежемесячно за свою маленькую, но все же уютную квартиру я отдаю 715 евро. И это, по моему мнению, просто большая удача. Квартира находится в хорошем районе, недалеко от центра и возле большого парка. Плюс моя квартира была полностью мебелирована, что является большим исключением. Напомню, здесь, в Бельгии, наверное, 90% квартиры домов сдаются вообще без мебели. Вы заезжаете в абсолютно пустую квартиру с установленной только кухней. Помимо квартплаты, ежемесячно 141 евро уходит на коммунальные услуги. Это вода, свет и газ. Помимо этого, конечно же, еще есть интернет, за который я не плачу. Средний ценник это 50 евро в месяц. Интернет я беру у своего соседа сверху, которому, в свою очередь, оплачивает его компания. Что касается тарифов и цен на энергоносители и коммунальные услуги, то в 2022 году, если честно, очень все подорожало. В 3-4 раза. В этом месяце я должен получить компенсацию в размере 400 евро, чтобы компенсировать высокую стоимость тарифов за газ и свет. Пока я еще ничего не получил, но как только я получу, я дам вам знать в своем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, ссылка будет в описании. Дальше по списку идут продукты, на которые каждую неделю я трачу в районе 50 евро. Список продуктов достаточно стандартный. Это овощи, фрукты, ветчина, сыр, хлеб, масло. Плюс, так как я из Казахстана, страны, где любят мясо, каждый месяц я отдаю в мясную лавку около 60 евро. Итого, продукты мне охотятся 250-300 евро в месяц. Здесь небольшая оговорка. Я не покупаю продукты в самой дешевой сети супермаркетов в Бельгии. В то же самое время, в самые дорогие магазины я тоже не хожу. Конечно же, можно покупать продукты в более дешевых магазинах. Можно искать скидки и акции. Можно вырезать купоны. Можно покупать картошку и морковку в больших мешках. Это все экономит ваш бюджет. Но если честно, я таким не занимаюсь. Единственное, что я могу сходить на рынок в воскресенье с утра, если хорошая погода, если у меня есть время и настроение, то действительно на рынке можно встретить интересные предложения и можно действительно сэкономить на овощах и на фруктах. Но такое случается очень редко. Плюс, почему я так много трачу на продукты, это то, что я готовлю обед дома. Дело в том, что бельгийский обед в офисе это сэндвич с сыром и овощами. И если честно, на обед я не могу кушать сухомятку. Мне нужен полноценный горячий обед. Поэтому я его готовлю сам себе дома. В итоге, чтобы покрыть базовые человеческие потребности, а именно еду и жилье, у меня уходит около 1150 евро в месяц. Или 45% моей зарплаты. Помимо этого, каждый месяц у меня автоматически списывается 10 евро за базовую государственную бельгийскую страховку и еще чуть меньше 5 евро за пользование банком. Других ежемесячных платежей у меня нет. И здесь я хочу пояснить. Моя жизненная позиция это минимизирование наличия подписок, платных программ и приложений. Потому что если сравнивать меня с моими бельгийскими друзьями и коллегами, то их расходы могут составлять до 100 евро на YouTube Premium, Netflix, Spotify и прочие, на мой взгляд, не особо-то и нужные вещи. Кстати, мобильную связь и доп. страховку, которая включает в себя госпитализацию, экстрауслуги, дантиста и прочее, платит моя компания. Поэтому это тоже маленькая, но все же экономия. Плюс я не пользуюсь услугами общественного транспорта. По Брюсселю я всегда езжу на велосипеде. На самом деле это реально экономит время и деньги. Помимо всего прочего, у меня, конечно же, есть досуг, на который нужны деньги. Будь это поход в кино, бар, ресторан или обычная посиделка с друзьями, когда мы сидим где-нибудь на улице. Расходы по этой статье всегда непредсказуемы. Иногда больше, иногда меньше. Например, кружка кофе Starbucks стоит 4-5 евро. Меню из McDonald's 7-8 евро. Средний ценник на шаурму в районе 6-7 евро по городу. Покушать в кафе около 20-25 евро. Кружка пива это еще 5 евро. Коктейли от 11 евро и выше. Тот самый сэндвич на обед обойдется вам в 5-8 евро. Все зависит, конечно же, от начинки. В целом, расходы по этой статье зависят от того, насколько вы любите гулять и, конечно же, от компаний ваших друзей и знакомых. После вычета всех вышеупомянутых расходов, каждый месяц в сухом остатке у меня остается около 400-500 евро, которые, как принято говорить, я стараюсь отложить на инвестиции. Но реальность такова, что каждый месяц, как и большинство людей на этом свете, я сталкиваюсь с непредвиденными расходами, которые пожирают большую порцию моего бюджета. Сломались наушники, порвались джинсы, нужны новые кроссовки, пошел снег, мне нужна куртка, нужно новое оборудование для YouTube-канала. Ну не мне же вам рассказывать, как это бывает. Постоянно возникают какие-то дыры, куда нужно закидывать кэш. Но, ребят, за 4 года проживания в Европе я хочу сказать, что не было такого месяца, когда я уходил в негативный баланс. Я всегда стараюсь закрывать месяц с позитивным балансом. Это мое правило. Дорогие друзья, это был мой личный опыт и моя личная история. Я ни в коем случае не претендую на позицию какого-то финансового гуру, и я не говорю, что моя история, она единична и только она правдивая. Нет, на самом деле в моей группе были ребята, которые изначально пошли на более высокую зарплату. Другие сидели больше года без работы. Третьи вообще пошли учить PHD. Кто пойдет учить PHD по своей воле? Конечно же никто, но об этом в другом видеоролике. Ребят, спасибо, что посмотрели до конца. Сейчас на канале чуть больше 2000 подписчиков. Я надеюсь, что следующая 1000 придет немножечко быстрее. Поэтому я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, сколько вы зарабатывали сразу после университета. Мне правда интересно почитать ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока. Вообще заметил такую интересную особенность на ютубе. Есть три самых интересных темы. Первая это, конечно же, Америка. Именно эмиграция, переезд в Америку. Это интересует буквально всех. Второе это айфоны. Какой там новый айфон вышел, какой у него цвет. И третье это инвестиции. Как только ты говоришь в твоем ролике инвестиции, люди это смотрят. В этом ролике были инвестиции. Не было про Америку и не было про айфоны. Всем спасибо, всем пока. Кстати, по поводу PHD у меня есть одна знакомая. Бота, привет, я знаю, ты сможешь это видео. Вот, бота, она единственная, наверное, кто пошла учить PHD осознанно. Все остальные пошли от безысходности. Но об этом в следующих видеороликах. Всем спасибо, всем пока.